22 мая произошло очередное нападение на сотрудников национального природоохранного парка «Тузловские лиманы». Атакованы были исполняющие обязанности директора парка, заместитель директора, начальник службы охраны, начальник отдела рекреации и экологического образования, ведущий научный сотрудник. Пострадали и сотрудники парка, и их оборудование. В ходе нападения лица, производившие незаконный покой с травы, атаковали работников парка, угрожали вилами, отобрали и испортили аппаратуру, забрали карты памяти. Есть только небольшой фрагмент видео, на котором лесник саратского лесохозяйства угрожает директору парка Ивану Русеву. Они, значит, стали отбирать, причем, ну, грубой физической силой. Значит, они повалили директора, удерживали в лежачем виде, повалили начальника службы охраны, повалили женщин, женщины держали по одному мужику, значит, лицом вниз. Я вообще такого никогда не видела, мне не бегали с этими вилами, обещали машину скинуть в Лиман, выхватили у директора телефон, кинули его в Лиман. Сотрудники парка объясняют такую агрессивную позицию местных жителей тем, что новая дирекция парка просто не захотела мириться со схемами наработанными годами. Многие проблем связаны с тем, что предельное руководство не работало. И именно это предельное руководство было задано в этих схемах, потому что их интерес был. Ридные ресурсы перебанили, и поэтому на вздохнувшись селом селом витали все прибережные земли. И борьба идет за землю, за ресурсы. А другая причина, что все шляхи ведут сейчас Минприроды, в частности Департамент соответствующих дела. Потому что они призначали таких так называемых директоров-гландарников, которые формовали тут определенные схемы. И потом зрозумели, что в курсе так само шли по той самой департаменте. Сотрудники парка не намерены так просто оставлять произошедшее. Тем более, что уже руководство областной полиции обратило самое пристальное внимание на происходящее в парке Тузловские лиманы. На данный момент сотрудники парка прошли медицинское освидетельствование, а правоохранители решают о правовой оценке произошедшего.